Всем ребята, привет! Вы на канале GameDop. В игре Diablo Immortal планируется очередное небольшое обновление. Это как бы подготовительное обновление перед выходом большого второго обновления для данной игры, которое планируется вот уже в следующем месяце. А сейчас вместе посмотрим, что добавится в игру вот с этим обновлением. Но перед началом, как обычно, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Также канал можно поддержать финансово, одноразово по ссылкам в описании. Или стать спонсором канала при нажатии кнопки «Спонсировать». За любую вашу активность спасибо, а мы начинаем. Итак, у нас очередное слияние серверов. В этот раз список очень длинный. Раньше европейские сервера не трогали, объединяли только Америку, Азию. И вот пришло время Европы. Это коснется польских, итальянских, германских, испанских, французских серверов. Также это коснется европейского сервера, где играю я. Это Blood Rose. Вот сервера, с которыми мы будем соединяться. Это вроде бы не особо активные сервера, поэтому политика у нас вряд ли сильно поменяется. Но все же свежие люди появятся, и это хорошо. У нас заканчивается сезон, и начинается новый сезон. Награды, как обычно, стандартные. Меняются только эмодзи. Ну и, конечно, будет новый скин, новый костюм. Древние стражи. Смотрится на любителя. Чем-то напоминает мне костюм с World of Warcraft. Особенно варвар вообще скопированный. В очередной раз запускается событие Голодная Луна. Событие продлится в первый раз с 24 по 27 ноября. И также повторное событие будет запускаться во второй раз с 1 по 4 декабря. Все как обычно. Каждый день выполняем три задания и получаем награды. Появляется новый ивент, который нас будет подготавливать к новому большому обновлению. Задание по исследованию дикой природы. Клетки пустоты. Если что, это перевод неточный. На локациях будут появляться метеоритные куски. Мы эти осколки будем находить, изучать и сможем приобрести некогда забытые знания. Более точного описания нету. Смотрим дальше. С 8 по 10 декабря запускается временное событие, которое нас тоже подготавливает к большому обновлению. Во время этого события мы тоже будем выполнять какие-то задания. Пока что непонятно какие конкретно. Как обычно за их будем получать награды. Затем 14 декабря у нас появляются еще новые задания. За выполнение которых мы будем получать награды. Короче, так же было и с первым большим обновлением. Нам давали какие-то мелкие подготовительные задания. Как бы пасхалки. Как бы намеки на то, что будет в будущем. И вот скоро второе большое обновление. И как бы здесь все по аналогии идет. И это еще не все. Потому что с 7 по 21 декабря запускается еще одно событие. Называется щиты очага. Выполняем задания. Получаем награды. Бла-бла-бла. Как обычно. Классика. Так. Следующая новость меня немножко удивила. Потому что у нас появляются новые легендарные вещи. Полный комплект для каждого класса. Я еще прошлые новые вещи не выбил. Тут уже новые появляются. Но вы даете конечно близы. Короче нужно идти фармить. Нужно идти выбивать новые шмотки. Изменения замка Сырангар. Сундуки и оружейное были добавлены в замок. Еще пару обновлений. С этого замка можно будет вообще не выходить. Все нужные NPC будут в замке стоять. Вот как-то так. Также еще скорректировали опыт. Который идет с разных локаций. Они его более-менее сбалансировали. Чтобы было больше места для фарма. Для кача. Немножко переделали бонусы перековки. Чем больше у нас одинаковых перековок. То умение от бонуса у нас будет быстрее откатываться. Шансы срабатывания не меняются. Но понижается урон. В итоге у меня появляется гидра. Теперь она будет появляться гораздо-гораздо чаще. Но ее урон будет слабее. У нас теперь появляется каталог предметов. Его можно будет посмотреть в кодексе. Или в меню перед подземельем. Вот на этом ребята и все. Спасибо за внимание. Всем пока. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин